СМИ Герцогиня Сасекская откровенно рассказала о кризисе в отношениях кембриджских в частной беседе, однако информация просочилась в СМИ. Поклонники королевской семьи в недоумении, для чего Мэган Маркл распускает подобные слухи и как к этому относится ее супруг, младший брат принца Уильяма Гарри. Зачем она это сделала? Кейт даже тогда на свадьбе пыталась сохранить лицо Мэган, не дать ей опозориться. Зря Маркл так, это подло. Не верю, что она такое говорила. Гарри наверняка шокирован выходкой жены, он-то знает, что семейные тайны лучше оставлять тайными, высказали свое мнение королевские поклонники в комментариях на сайте издания «Экспресс». СМИ предполагают, что Гарри все же прилетит на Рождество в Англию, чтобы попросить прощения у родственников за выходки своей супруги. Сама герцогиня Сассикса объясняет свои откровения тем, что долгое время дворец намеренно усиливал внимание прессы к ее персоне и выставляли ее в неприглядном свете, чтобы прикрыть проблемы в семье старшего внука Елизаветы II. И теперь, когда они с принцем Гарри сложили из себя полномочия старших членов королевской семьи, она может рассказать всю правду. По мнению экспертов, Меган Маркл затаила обиду на Кейт Миддлтон еще со времен «Великолепной четверки». Якобы герцогиня Кембриджская постоянно влезала в личную жизнь Сассикских своими советами и не пыталась поддержать Меган в сложное для нее время. Теперь жена принца Гарри намерена отомстить за все свои слезы и выдать все тайны закулисной жизни дворца. Популярный американский журнал People в каком-то смысле можно назвать барометром общественного мнения. Его владельцы отлично умеют держать нос по ветру, и на обложке журнала появляются только те знаменитости, которые из-за интереса американцев к ним могут обеспечить высокие продажи. Но вот что удивительно. За последние 12 месяцев, как раз тогда, когда Меган Маркл активизировалась в публичном пространстве США, журнал People куда более пристальное внимание обращал на другую королевскую особу Кейт Миддлтон, герцогиню Кембриджскую. «Зачем американцам заморская герцогиня, когда у них теперь есть своя тоже герцогиня? Американка, казалось бы, близкая и родная по духу королевская бунтарка, борец за права мужчин-женщин и трансгендеров, расовое равенство и декретный отпуск». Но, увы, People с завидной регулярностью помещает на обложку портрет Кейт Миддлтон, а на странице журнала «Интересные и проникнутые большим уважением к британской герцогине, будущей королеве статьи». Их уже было три, и накануне 40-летия Кейт Миддлтон, которая она отпразднует 9 января 2022 года, вышел выпуск People с четвертой по счету обложкой, посвященной герцогине Кембриджской. А сколько же их было у Меган? Ни одной. Комментируя ситуацию, австралийский королевский корреспондент Даниэла Эльзер в своей колонке для news.com опишет, «Сего через несколько недель Кейт, герцогиня Кембриджская, достигнет этого рубежа, 40-летие, событие ради которого в различных королевских аккаунтах в соцсетях вытащат несколько старых снимков, а принц Уильям в мыле будет бегать по Бонд-стрит». Кейт Миддлтон появилась в праздничном ролике к рождественскому концерту «Together at Christmas», который традиционно проходит в Вестминстерском аббатстве. В кадре герцогиня Кембриджская предстала в наряде главного цвета новогоднего сезона. «Я так рада, что проведу трансляцию здесь», – сообщила Миддлтон. Королевская особа появилась в красном кардигане своего любимого бренда «Мия-Мия» с белым воротничком. В похожем наряде когда-то блистала принцесса Уильская. Леди Динни однократно появлялась на публике в ярко-красном джемпере с овечками от британских дизайнеров Джоанны Осборн и Салли Мьюр. Этот свитер тогда полюбился многим. «Сияет, как рождественская елка, наша красавица, чудо, как хороша, Кэтрин прекрасна в любом образе, алый ей к лицу, сразу стала ярче. С нетерпением жду концерта. Это точно будет самое яркое праздничное впечатление», – написали пользователи. Принц Уильям в интервью радиостанции лондонского госпиталя Роял Морстона рассказал о том, как королевская семья любит проводить время на каникулах. «Герцог Кембриджский признался, что Рождество – это особенный праздник, когда вся королевская семья собирается вместе, и он любит наблюдать, как его дети играют со своими двоюродными братьями и сестрами, ведь такие моменты случаются крайне редко. «Я очень люблю, когда вся семья собирается на Рождество, в течение года все заняты своими делами, и таких моментов. Года мы собираемся вместе, очень мало», – говорит принц Уильям. 39-летний герцог Кембриджский также рассказал, что во время рождественских каникул они всей семьей любят играть в настольные игры. «Мы довольно много играем с детьми в настольные игры, особенно любим монополию, очень хорошая игра. Хотя некоторые игроки очень злятся, когда проигрывают», – признается будущий король Великобритании. Уильям также рассказал, что его любимый рождественский фильм «Эльф с Уиллом Феррелом» в главной роли. Он смотрит эту комедию с 2003 года. А еще герцог Кембриджский особое удовольствие испытывает от катания на коньках, хотя это у него не очень хорошо получается. «Я очень люблю кататься на коньках. Правда, я как корова на льду. Это очень забавно. Но мне нравится, смеется принц. Я с нетерпением жду праздников. Теперь, когда у нас есть дети, праздник воспринимается совсем по-другому. Суета волнения. Теперь я наслаждаюсь новой версией Рождества», – подытожил принц Уильям. Накануне рождественских праздников королева Елизавета II традиционно собирает родственников в Виндзорском замке на предпраздничном обеде. В этом году планировалось пригласить около 50 членов королевской семьи. Однако выяснилось, что королева с сожалению отменила семейные обеты в целях соблюдения мер предосторожности, полагая, что во время рождественских мероприятий слишком много людей могут оказаться под угрозой. По словам королевских источников – это правильное решение. Авторы новой книги жены «Частная жизнь» Уильяма Кейт, Гарри и Меган раскрыли интересную подробность взаимоотношений между герцогом кембриджским и герцогом сасекским. Писатель Кристофер Андерсон утверждает, что один из дворцовых источников поделился с ним информацией о ссоре между сыновьями принцессы Дианы. Причиной конфликта стал роман Гарри с Меган Маркл. Отношения молодых людей в тот момент развивались очень стремительно, и принц Уильяма опасался, что его брат торопит события. Предполагается, что пик разногласий пришелся на сентябрь 2017 года, когда принц Гарри планировал сделать возлюбленный предложение. Узнав об этом, Уильям посоветовал повременить с таким серьезным шагом. По словам Андерсона, вся королевская семья была обеспокоена тем, что внук королевы намеревался связать свою жизнь с американской актрисой, которую он впервые встретил чуть больше года назад на свидании вслепую. Сам Гарри, впрочем, беспокойства не оценил и серьезно разозлился. «Да кем вы себя возомнили?» – выкрикнул он сгоряча, по словам инсайдеров. Особенно принца задел тот факт, что Уильям привлек к их разборкам графа Спенсера, брата покойной принцессы Дианы, который также выступал против этого брака. Автор книги утверждает, что младший принц был в ярости из-за того, что в его личные дела вмешиваются другие люди. Оправдались ли опасения старших виндзеров? Вопрос открытый. С одной стороны, Гарри и Мэган уже несколько лет наслаждаются семейной жизнью, а с другой их союз доставил немало головной боли всем королевским родственникам. Быть родителем одного ребенка – задача не из простых. А что говорить, если в семье подрастает трое детей? Принц Уильям и Кейт Мидлутон знают не понаслышке, что значит быть многодетными родителями. Но если сыновьям и дочкам из обычных семей многое простительно, то наследники королевской семьи должны показывать себя с самой лучшей стороны, ведь они у всех на виду. Родители стараются правильно воспитывать юных принцев и принцессу, а потому у детей уже с малых лет есть обязанности и правила, которым они следуют. Уильям и Кейт достаточно строги во всем, включая использование гаджетов. И хотя Джордж, Шарлотта и Луи технически хорошо подкованы, родители стараются свести к минимуму их пользование мобильным телефоном и планшетом, заменяя это на что-то более практичное. Например, чтение книг, прогулку на свежем воздухе или изучение языков. Помимо этого малыши знают, что есть вещи, которые не всегда допустимы. Например, существуют ограничения на светские выходы вместе с герцогом и герцогиней кембриджскими. Да правнукам Елизаветы Второй непросто, ведь они даже не могут поучаствовать в королевских мероприятиях с родителями.